Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие! Давайте посмотрим, какой будет пятница, тринадцатая сегодня, а завтра она четырнадцатая, четырнадцатая. Итак, сразу у нас с вами карта звезды. Какие-то, возможно, кто-то из вас будет ставить заоблачные какие-то мечтательные планы, где-то летать в облаках, какое-то вдохновение, какой-то космос, мироздание, законы вселенной. Вообще, это счастливая карта, которая символизирует вдохновение и успехи. А также карта предупреждает, если вдруг у вас есть какие-то там, ну, вы, допустим, известная личность в определенных кругах, то не звездитесь, как называется. Да, вот, процветание, реализация планов, задуманного, процветая, реализация. Так, давайте посмотрим, что еще нам будет в пятницу. Карта дома. Дом – это все, что связано с вашим домом, с семьей, все, что вот, счастье в доме. Помните, как в песне поется? Главнее всего погода в доме, остальное ерунда, да? То есть, это хорошая карта. Мужчина, посмотрите-ка. Возможно, кто ждет, вот, в вашей завтра жизни, в пятницу, проявится мужчина. Причем у нас такой, смотрите, тут с цветочком. Так что, у кого запланировано или кто думает, будет, не будет, будет свидание. Кто вот у меня ждет, у кого запланирована встреча будет с мужчиной, да, письмо придет, сообщение к вам, скорее всего, от этого мужчины, да? Он вам что-то напишет, сообщит, и в это будет для вас радостная вещь. Если будете летать в облаках, да? Еще посмотрим, что пятница несет. Нужно будет проявлять какую-то дипломатичность, какую-то, знаете, одеть маску на лицо. Не всегда нужно выливать всю правду. То есть, вам, либо это, знаете, двухсторонняя, да, маска. Либо вам придется одеть на себя маску и проявлять себя в таком виде. Либо вы будете разговаривать с людьми, у которых будут маски на лице. Но, тем не менее, кто-то будет не совсем откровенен. Но, как говорится, вы в курсе такого поведения этих людей. Да, это, скорее всего, люди, связанные с работой, с тем местом, где вы добываете деньги. Потому что рыба, это в первую очередь у нас, конечно же, денежная карта. Так говорит о приходе, если кто ждал каких-то выплат, там, стипендии, алиментов, зарплаты, еще что-то. То вот по этой карте вполне могут прийти деньги. Потому что деньги – это у нас, ну, доход, да, у нас. Также эта карта вообще очень благоприятная. Это символ жизни, преуспевания, начало нового, удачи, успеха. Но, как правило, рыба свидетельствует о том, что исполняется ваше желание, что результат произойдет в ваши все ожидания. Так что смело мечтайте и думайте. Еще, смотрите, какая-то женщина тут у нас. Это вы, да, идете. Такая вот красивая, сексуальная, манящая, притягательная. И, возможно, вы действительно притягательны для мужчин. Мужчин на вас обращают внимание. Но здесь вот будьте аккуратнее, потому что тут идут разговорчики, разговорчики, разговорчики. Ну, естественно, как может быть красивая женщина остаться без разговорчиков, да. Разговорчики – это, значит, возможно, какие-то сплетни, возможно, какое-то общение не очень, так сказать. Ну, будем считать его общение светское на работе. Это, может быть, какие-то сложности с обучением, нахождение диалога. Ну, чаще всего совы указывают на том, что вы достаточно популярная личность, вы достаточно интересная. И поэтому о вас начинают ходить разговорчики. Вот. И последнюю достанем карту. Ну, видите, опять всадник, опять к вам спешат какие-то новости, какие-то хорошие вести. Поэтому тот, кто, я еще раз повторюсь, тот, кто что-то там себе планирует, думает, ждет вестей, каких-то сообщений, то они придут. Мужчины, кто вот знает, уже планирует, что будет свидание, будет свидание. Кто еще так, как бы хотел, но не в курсе, то тоже получите известие, придет известие, будет свидание. Ну, и тут рабочая тема, тема работы, вот там, где мы с вами проводим большую часть своей жизни, да. Ну, здесь вот нужно соблюдать политкорректность такую, носить некоторую маску, да, играть по общим правилам. Потому что вот есть эти разговорчики, есть вот эти вот маски, которые советуют одеть эту маску. А так, в принципе, все нормально, денежки идут в ваш дом, идут хорошие, благие новости, весь получите долгожданные письма, которые вы ждали. Здесь, если не про любовь, то письма от ваших партнеров, от письма, которые, я не знаю, ждете. Может быть, какие-то сообщения от кого-то, то и они могут прийти завтра. Вот такой у нас получился расклад на завтра. Ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Всего доброго, до новых встреч. Пока-пока.